Сейчас о спорте. Белоголубые встретились на льду с гостями из Череповца. Борьба между «Динамо» и «Алмаз» выдалась напряженной. Об итогах матча в нашем следующем сюжете. Первыми успеха на Тверском льду добились гости из Череповца. Через пять минут хозяева восстановили статус-кво благодаря настойчивости Даниила Лазутина, который протолкнул шайбу за ленточку между штангой и щитком Дениса Рыбалкина. После забитого гола «Динамо» стала играть гораздо активнее, чем в дебюте встречи. Маркоцевич завершал комбинацию партнеров и уже переиграл вратаря соперника. Но решающий бросок у нападающего явно не получился. Однако гол «Белоголубых» все-таки состоялся. Два броска подряд голкипер Череповчан отразил, но сразиться с добиванием Егора Смирнова был уже не в состоянии. Первый период «Динамовцы» выиграли со счетом 2-1. Начали немножко скомканно, пропустили гол, потом забили два. Сейчас, в принципе, ведем игру, надо также продолжать и не упускать свою игру. После перерыва подопечные «Динамовцы» продолжили владеть инициативой, используя максимально высокий прессинг. Вместе с тем «Алмаз» успевал не только обороняться, но и создавать напряженность у ворот «Белоголубых». Но если на гол больше наиграли хозяева, то забили его гости. На 35-й минуте бросок от синей линии через гущу хоккеистов стал неприятной неожиданностью. Итог второго периода – 2-2. Хорошая вязкая игра на протяжении первого и второго периода. Команды стараются, бьются, много желания, так что третий период будет не хуже. Третий период прошел по сценарию второго. Разве что обе команды максимально внимательно играли в защите, прекрасно понимая цену пропущенной шайбы. За 4 минуты до окончания основного времени «Алмаз» получил численное преимущество и уже через 20 секунд превратил его в забитый третий гол. «Динамо» получила шанс на спасение, когда за 2,5 минуты до сирены гости впервые в этом матче остались в меньшинстве. Штурм череповецких ворот привел лишь к одному крайне опасному моменту, после которого шайба прошла рядом со штангой. Но не изменила итогового результата «Динамо» уступила «Алмазу» со счетом 2-3. Команды вновь встретятся на льду спорткомплекса юбилейный 20 ноября в 19.00.